Всем привет! Сегодня я хотела бы показать свои осенние книжные покупки. Я знаю, что совсем недавно снимала видео о своих больших книжных покупках. Кому интересно, я оставлю ссылку в описании к этому видео. Можете посмотреть. Там было достаточно много книг. Сегодня тоже будет довольно-таки много книг. Но у меня была... Дело в том, что некоторые могут сказать, что я больше покупаю, чем читаю. Это правда, но у меня была карточка в книжный магазин. И я понимаю, что в этом книжном магазине я ничего не могу купить, кроме книг. Поэтому я решила, зачем откладывать. Пошла и приобрать книг, которые мне показались интересными. И сегодня хочу с вами поделиться им приобретениями. Первая книга. Мне уже давно хотелось прочитать что-нибудь, что было номинировано или что получаю какую-нибудь премию. И вот я выбрала вот такую книгу. Она была номинирована в лонглисте Букеровская премия 2012 год. Вот. Здесь видно, здесь такой значок. Вот он. И это Шарлота Мендельсон. И называется она почти англичанка. Насколько я поняла из аннотации, в этой книге рассказывается о 16-летней девочке, которую зовут Мария. Она сама из венгерской семьи. Живет на Лондоне. И вот она достигла того периода в своей жизни, когда она должна понять, кто она. Она венгерка или она все-таки англичанка. При этом так совпало, что ее родители отдают ее в частную школу, на которую они собирали большое количество времени. Потому что с компьютером. Не обращайте внимания. Они собирали большое количество времени и деньги на эту частную школу. И она теперь поступает в частную школу и не может никак определиться, кто она. Мне показалось это интересным. Я решила прочитать. Следующая книга это Ивлинга Во. И называется она «Возвращение в Брайтсхед». Насколько я знаю на русском, так она переводится. Ничего я никогда не читала у Ивлинга Во. И решила, почему бы и нет. Следующая книга это Тэфи. Ее рассказы «Тонкие письма». Я смотрела, можете посмотреть, думаю, что на ютюбе есть еще. Видео о Тэфи, которое делал Дмитрий Быков. Он рассказывал о Тэфи. И именно он меня увлек. И заинтересовал ее рассказами. Насколько я поняла из его лекции. Не помню точно, как называется. Но если вы наберете Дмитрия Быкова и Тэфи, вы скорее всего найдете это видео. Он говорит о том, что Николай II, последний русский царь, он выше всего ценил вот эту вот именно писательницу, о которой мне до этого видео практически ничего не было известно. Ну так, слышала имя больше, ничего о ней не знала. Решила прочитать сборник ее рассказов. Следующая книга, это всем уже известная, уже все уже, мне кажется, на русскоязычном буктюбе и на англоязычном буктюбе в связи с выходом фильма читали, перечитали эту книгу. Это Скотт Фитджеральд «Великий Гэтсби» с картинкой из фильма как раз последнего. Я видела фильм не этот, не с Ди Каприо, а с другими какими-то актерами. Фильм мне показался неплохой, но я не читала еще эту книгу. Следующая книга, это тоже «Ивлин Гво», называется она «Пригорочная праха». Не знаю, не знаю, не знаю о чем, но мне захотелось попробовать почитать что-то «Ивлин Гво», и судя по аннотациям, мне показалось, что мне книги его могут понравиться. Следующая книга, это тоже «Ивлин Гво», и называется на русском языке «Упадок и крах». Не знаю, мне показалось, опять же, аннотации вроде бы интересно. Если вы читали, можете написать мне, рассказать, насколько вам понравилось или не понравилось. Следующая книга, это Наталья Толстая и Татьяна Толстая, две сестры, и их сборник рассказов, который называется «Двое». Известная всем Харпер Ли «Убить пересмешника». Ксиду своему не читала, надо нависать упущенное, нужно прочитать, поэтому решила купить. Вот такая симпатичная обложка. Следующая книга, не обращайте внимания, я уже надела на нее обложку, это «Питер Мэйл» и называется на французские уроки. Я так поняла, что это такая более документальная история о Питере Мэйле, который путешествует по Франции и описывает свои впечатления о французском стиле жизни, о французской еде. Мне показалось, что будет интересно. Следующая книга, это Табиан Вулф, называется она «Старая школа». Думаю, также на русский язык переводится, это довольно старое произведение, и здесь рассказывается о частной школе в 960 году. Не знаю о чем, прочитаю, узнаю. Следующая книга, это всем известный, «Достоевские преступления и наказания». Решила купить его в таком издании «Лениздад» и перечитать, потому что я читаю в школе. Но уже практически ничего не помню, мне кажется, нужно перечитать. Это произведение, и как-то, может быть, по-новому на него взглянуть. Следующая книга, это Стивен Кинг. Я уже предвкушаю, как я буду ее читать, потому что, мне кажется, она будет интересна. Называется она «Как писать книги». По-моему, так она переводится в русском варианте. Это его, такие мемуарные записки о том, как он стал писателем, как писать книги. Не знаю, не читала. Прочитаю, расскажу. Следующая книга, это такая интересная, мне кажется, интересная книга. Не знаю, я просто не слышала в одном из видео какого-то буктюбера, не помню, какого. Девушка рассказывала, сказала, что ей понравилось. Увидела ее на книжном развале, не покупала ее в книжном магазине. Она была на книжном развале. За 2 доллара решила, почему бы и нет. Это Шерри Аргоф. Называется она «Почему мужчины любят...» В русском, наверное, будет говориться «Почему мужчины любят стерв». Она, по-моему, есть на русском языке. На английском «Почему мужчины любят сучек». Так, из песни слов не выкинешь. Другая книга. Это «Мой любимый Соммерсет Мой». Называется эта книга «Бремя страстей человеческих» в русском переводе. Такая довольно-таки толстая книга. Для Соммерсет Мойма это, в принципе, не свойственно. У него романы довольно-таки маленькие по объему. Но тоже я где-то слышала, кто-то мне советовал, что книга очень-очень интересная. Не знаю, если вы читали, пожалуйста, напишите, как вам понравилось, не понравилось. Потому что у меня большие надежды на эту книгу я возлагаю. Следующая книга «Дэниэл Кис». «Цветы для Алджернона». По-моему, уже многие тоже буктюберы читали эту книгу. Такая яркая солнечная обложка с такой милой крыской, которая, так понимаю, за нотацией ее именно и зовут Алджернон. Потому что, когда я слушаю других буктюберов, очень часто они не открывают все тайны. Поэтому почему-то мне казалось, что это какой-то мужчина Алджернон. Ну вот, оказалось, что это мышка. Мышка, да, не крыска, а мышка. Имя мыши. Следующая книга – это Джон Ноулс. Называется она «Сепаратный мир». На русском языке так она перевела «Сепаратный мир». Тоже он в частной школе в Англии во время Второй мировой войны. Есть, кажется, фильм по этой книге, но я не смотрела ни фильм, ни читала книгу. Мне интересно почитать. Следующая книга – долго я думала покупать ее, не покупать. Были у меня сомнения. По-моему, она вышла год или два года, даже два года назад, может быть. Вышла сначала в твердые обложки. Обычно всегда выходят у нас книги, которые только издаются. Они выходят сначала в твердые обложки, а потом их снова пересдают в мягкие обложки. Мягкая обложка, конечно же, более дешевая. И это биография Зельды Фиджеральд. Но многое слышала за и против. Некоторые говорили, что очень поверхностно. Другие говорили, что им понравилось. В общем, решила рискнуть, прочитать, узнать о жене Скотта Фиджеральда что-нибудь, возможно, новое. И купила эту биографию. Не знаю, насколько хорошая она. Следующая книга это Василий Катанян и его биография Лили Брик. Любимая женщина Маяковского. Одна из любимых женщин Маяковского. Вот она здесь на обложке именно изображена. Интересна мне эта история. Думаю, так же, как и многим, было в ней что-то такое необычное. И решила прочитать больше. Хотя я много смотрела передач у Лили Брики Маяковского. Но мне захотелось еще что-нибудь прочитать. Возможно, здесь будет какая-нибудь новая информация, которую я до сих пор не знала. Следующая книга я просто ее купила, потому что я уже ее читала, перечитала несколько раз. У меня она уже очень маленькая и очень старенькая стала. Я решила просто купить новый вариант. Татьяна-то оставит. То есть я когда-нибудь сделаю отдельное видео об этом романе, потому что он мне очень нравится. И потому что все видео, которые я видела до сих пор, меня как-то на книжном Буктюбе не удовлетворили до конца. Следующая книга это Стивен Кинг и его роман «Зеленая мир». Я тоже много хороших отзывов слышала об этой книге на Ютюбе. И из-за этого именно купила. Хотя я уже говорила в некоторых субедиях, что Кинг мне почему-то не идет. Но, возможно, это стоящая книга, потому что ее многие хвалят. Следующая это сборник рассказов Татьяны Толстой «Ночь». Следующая это Леопольд фон Захер Мазок и его «Венера в мехах». Тоже когда-то я читала, но решила, что нужно еще раз перечитать. Тогда на меня она, это было, наверное, лет 5 назад, не произвела никакого впечатления особенного. Я чего-то ждала больше от этой книги, но теперь решила, что, возможно, я стоит перечитать. Возможно, как-то я по-другому на нее взгляну. Следующая книга это книга известных американских комиков Велла Фергусона и Яна Фергусона. К пониманию, братья. Называется она «Как быть канадцем». Это такая юмористическая книга. Не знаю, насколько она смешная, насколько она интересная. Обложка у нее мне очень нравится. Решила прочитать, посмотреть. Следующая это моя любимая серия «Жизнь замечательных людей». И в этот раз это «Черчилль». Следующая книга это Джордж Оролл и его роман «1984 год», который я терпеть не могу и который я еле дочитала. Я вообще не большой любитель ни утопии, ни антиутопии. Но этот роман меня абсолютно безумно разочаровал. Я читала его просто, борясь с какой-то ненавистью и к нему, и к автору. Но я его дочитала. Остались у меня только одни негативные впечатления. Но в этой книге есть еще... А почему я купила? В этой книге есть его такая сказка «Скотный двор», который, мне кажется, довольно-таки будет интересный. В общем, я постараюсь полюбить «Скотный двор» хотя бы. Если я уже не полюбила «1984 год». Хотя я много слышала похвальных отзывов на ютюбе об этом романе. Это один из моих самых нелюбимых романов и один из моих самых нелюбимых авторов. Возможно, только на сегодняшний момент. Следующая это роман Фёдора Достоевского «Бесы». Я его когда-то читала давно, уже абсолютно ничего не помню. Это вторая книга, которую я полностью прочитала Достоевская. Первая была «Преступление и наказание» и вторая была «Бесы». Остальные романы Достоевского я прочитала больше половины. Мне в каждом романе не хватило дочитать только буквально, не знаю, несколько глав последних. И я их бросала и больше никогда к ним пока не возвращалась. Не знаю, не мой это автор, но мне хочется прочитать «Бесы», потому что они, мне кажется, как-то отдельно стоят от других романов. Ещё мне очень хочется прочитать «Братья Карамазова». Вот это вот я точно знаю у Достоевского. Я их тоже начинаю читать, я прочитала буквально там половину, опять же бросила. Но я знаю, что «Братья Карамазовы» — это один из моих любимых романов у Достоевского. И я дочитаю его всё-таки до конца когда-нибудь. И «Бесы» тоже мне хочется ещё раз перечитать. И, возможно, что-то я по-другому взгляну, открою для себя. Не знаю, в общем, «Бесы». Следующая книга — это Олеся Николаева «Меня Текелфарес». Я уже читала один роман у Олеси Николаевой. В каком-то из моих видео есть рассказ мой, мои впечатления. Тот роман мне не особо понравился. Даже не помню его название. Но, в общем, кому интересно, можете поискать, найдёте. А этот роман я слышала... читала, вернее, не слышала, а читала много хороших отзывов. Возможно, он мне понравится больше. Дальше идёт всем известный Уилки Коллинз и его «Лунный камень». Я люблю детективные истории. И говорят, что это одна из самых лучших детективных историй. Поэтому я, конечно же, не могла пройти мимо. И хотя это не самое любимое моё издание. Вот в такой обложке никакой. И здесь какие-то серые страницы. Но решила, что... Не важно, насколько оно было самое дешёвое в магазине, я решила его купить. Следующее это Стивен Кинг и его роман «Доктор Сон». Купила я уже её, не знаю, давно уже купила. Она у меня лежала, не показывала её в предыдущих своих видео. Забыла про неё совсем. Я даже её порывалась читать. Это продолжение всем известного романа и фильма «Сияние». Но как-то меня всё это быстро... У меня желание отпало. Потому что где-то буквально там в первых главах началось описание какой-то женщины, про разложившегося трупа. Вот она там голая из ванной выходит. И всё о всех подробностях, какое у неё вот разлагающее тело. О всех там абсолютно интимных подробностях. И я думаю, ну что я читаю, какая-то ерунда. В общем, и бросила. У меня стоит уже эта книга. Хотя я слышала тоже много отзывов о том, что не дотягивает. Уже хуже пишет Стивен Кинг. Уже не то, уже не тот. Но раз уже есть, наверное, прочитаю. Наверное. Не могу гарантировать, потому что очень большой объём. Не знаю, хватит ли у меня желания и тратит своё время на подобную литературу, подобного объёма. И следующий роман. Это «Ничего об этом автора не знаю». Называется он на русский перевести. Я не думаю, что он есть в русском переводе. Но если переводить, то как со странностями, странная, так немножко ку-ку, чокнутая, рассказывается. Почему мне заинтересовал этот роман? Потому что я прочла аннотацию, мне показалось интересным. В общем, в 80-е годы какая-то девочка-подросток убивает свою подругу. И её обвиняют и сажают в психиатрическую клинику. Но оказывается, вроде как не она это сделала, а может быть и она. Начинается расследование. Мне показалось, что будет интересно прочитать. Не знаю, насколько хорошо пишет автор. Вот имя самого автора. И не знаю, в общем. Не знаю. На русский язык не переведён, кажется, этот роман. Это детективно. Я люблю детективные истории, поэтому купила. Следующая книга – это известная сей Мэри Поппинс. И у меня… Это новая книга, но она вышла… У неё такая обложка, которая выходила в тех первых изданиях, которые, по-моему, издавали с 30-х годов, она впервые вышла. Да, «Очень я с детства» – это одна из моих любимых детских книг. Я обожала и саму Мэри Поппинс, и вообще всё, что с ней связано. Не люблю я так ни одного, наверное, писателя, зарубежного, детского писателя. Как мне нравятся Памела Траверс и её Мэри Поппинс. Поэтому решаю перечитать в английском варианте, просто вспомнить детство. Следующая книга опять – это Питер Мэйл. Я уже показывала его французские уроки, а это «Год в Провансе». Насколько я понимаю, тоже его рассказ о поездке во Францию. Не знаю, чем отличаются две эти книги, но прочитаю её расскажу. И ещё один большой такой сборник – трилогия «Желания» в одном томе «Теодор Драйзер». Давно мне уже хочется прощать трилогию «Желаний». Сто процентов знаю, что мне понравится это произведение, потому что Драйзера мне нравится так же, как и у Соми, что это мой ума. Всё. Я читала его «Сестра Керри», читала его «Американская трагедия». Не очень удобно её читать, когда такая огромная книга, вот она какая, очень тяжёлая, держать в руках, когда все три книги вместе. Но дело в том, что это был единственный вариант, который продавался у нас в книжном магазине. По отдельности три книги не продавались. Поэтому то, что было, то и взяла. И последняя книга на сегодня, автор Алан Брэдли. Думаю, все мне безызвестны Алан Брэдли. Его детективные истории с главной девочкой, которая следует все эти преступления Флавии. Это у меня, по-моему, пятый, да, это пятый роман. Потому что раз, два, три, четыре. Да, пятый, потому что сзади есть вот сколько книжек вышло. Это пятый роман-то автор, называется на русском языке, по-моему, переводится «Я вещаю из гробницы». Не знаю, не читала предыдущие четыре книги, решила купить эту. Не знаю, почему была в книжном магазине, была на нее скидка, решила купить. Тоже слышала много положительных отзывов на YouTube об этом авторе и его детективах. Слышала также и негативные отзывы. Но не знаю, прочитаю, составлю свое мнение. Думаю, все-таки, что мне не очень, прямо очень разочарует. Потому что, просто потому что я люблю детективы. Ну, возможно, конечно, разочарует. Единственное, что меня уже разочаровала эта обложка, потому что я видела обложки русского издания, которые намного симпатичнее, намного интереснее и красивее, чем вот это вот. Не знаю. Поэтому прочитаю, узнаю, поделюсь с вами своим мнением. Ну вот, на сегодня все мои книжные покупки. Если вы читали какие-нибудь из этих книг, которые я вам сегодня показывала, пожалуйста, оставляйте мне свои комментарии. Мне всегда будет интересно прочитать ваше мнение, что вы о них думаете, какие хорошие, какие нехорошие, какие вам понравились, какие не понравились. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Пока-пока.